Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 3 сентября, Православная Церковь совершает память преподобного Авраамия Смоленского Архимандрита. Преподобный Авраами Смоленский, проповедник покаяния и грядущего страшного суда, родился в середине XII века в Смоленске от богатых родителей, которые до него имели двенадцать дочерей и молили Бога, чтобы даровал он наследника роду их и всему имению. Уже в самом юном возрасте видно было духовное направление отрока, который чуждался детских игр, рос в страхе Божием и имел склонность к посту и молитве. Авраами с ранних лет был определен в училище, где обратил на себя внимание дарованиям и необыкновенной любознательностью. Свободный от занятий время, он любил ходить в церковь, где прекрасно пел и читал. Еще юношей он стремился к уединенной и благочестивой жизни. Родители предлагали ему как единственному наследнику вступить в брак, но он отклонил их предложение, ибо искал другой жизни. По смерти своих родителей, вскоре затем последовавший, он, следуя примеру святых, жития которых любил читать, раздал свое имущество церквам, монастырям и бедным, оделся в рубище и стал ходить по городу, как нищий и еродивый, прося Бога указать ему путь ко спасению. Вскоре, по внушению Божию, он поступил иноком в обитель Богоматери, находившуюся в шести верстах от Смоленска, на месте, называвшемся Селище. С терпением и кротостью молодой инок ревностно исполнял все подвиги и послушания, проводил время в посте и молитве, украшал себя иноческими добродетелями и прилежно занимался изучением священного писания, житей и поучений святых подвижников и святоотеческих творений. Изучая все это, преподобный Аврааме извлекал назидательные уроки не только для себя, но и для других, искавших у него назиданий. Окружив себя писцами, преподобный усердно занимался списыванием и собиранием книг, черпая из них духовное богатство. Более 30 лет подвязался он в обители, когда игумен убедил его принять в 1198 году сан-пресвитера. Вместе с тем, преподобный Аврааме не оставлял обычного своего подвига иноческой жизни, как любитель нищеты и смирения. Видя совершенство подвижника, поднял на него крамолу враг человеческий, возбудив зависть собратьей. Много клевет и гонений пришлось перенести ему от людей, завидовавших его влиянию на народ. Они вооружили против Авраамия, самого игумена, и ему запрещено было вести беседы с народом. И через пять лет преподобный вынужден был перейти в бедный крестовоздвиженский монастырь в самом Смоленске. Но народ и сюда стал стекаться толпами к преподобному за наставлениями. Помимо бесед, народ привлекала сюда и строгая подвижническая жизнь Авраамия. На пожертвования богомольцев был украшен соборный храм монастыря иконами, завесами и свечами. Сам он написал две иконы на темы, которые более всего занимали его, на одной изобразил страшный суд, а на другой истязание на мытарствах. И опять сетовал враг человеческий, что Господь прославил раба своего. Сам преподобный Авраамий утруждал плоть свою чрезвычайным постом. Лицо его было бледно и необыкновенно сухо. Подвижник был похож в священных одеждах на святителя Василия Великого, жизни которого подражал. Святой был строг и к себе, и к духовным детям. Он неустанно проповедовал в церкви и приходящим в его келью, беседуя равно с богатыми и бедными. Строго наблюдал он во время божественной службы, чтобы никто из братьев и народа не позволяли себе беседовать в церкви, ибо почитал это за святотатство и с особенным благоговением совершал божественную службу. Много испытал преподобного Авраами искушений демонских, видимых и невидимых, и во время своего подвига, ибо в страшных образах являлся ему враг человеческий, думая устрашить, но всегда был побеждаем молитвой преподобного. Тогда, будучи не в силах действовать лично на святого, дьявол возбудил против него клевету в городе, что преподобный проповедует ересь, живет нечисто и наружной святостью прикрывает темные дела. Эти слухи дошли до епископа Игнатия, и весь город пришел в смущение. Городское знатие и духовенство требовали у епископа предать преподобного суду. Они предлагали утопить или сжечь подвижника. В это время случилось быть у епископа князю и бояру. На суде князя и епископа преподобный отвел все лжи в обвинения, но, несмотря на это, ему запретили священодействовать и перевели в прежний монастырь в честь Пресвятой Богородицы. И вот в городе открылись разные беды, засуха и болезни. Напрасно совершались молебствия, ничто не помогало. Тогда священник Лазарь явился к епископу Игнатию и просил разрешить служение преподобному Авраамию, иначе еще большие беды постигнут жителей. Епископ Игнатий разрешил святого Авраамия, просил у него прощения в неправильном осуждении его и молитв за город и жителей. Смиренный инок сам просил епископа помолиться. Возвратившись в келью, преподобный Авраамий предался усердной молитве, и вдруг пошел обильный дождь, и засуха кончилась. Тогда все убедились воочию в праведности преподобного и стали высоко уважать его. Епископ Игнатий имел намерение построить каменную церковь в честь ангела своего вне города, где полюбилось ему пустынное место с тем, чтобы устроить около нее малый монастырь. Но впоследствии он изменил свою мысль и основал церковь на другом месте, уже не во имя своего ангела, но на память положения Ризы Богоматери во Авлахерне и собрал при ней несколько братьев, которые питались милостыней епископской. И никто не хотел быть игуменом в столь убогой обители. Между тем вспомнил епископ Игнатий, что блаженный Авраамий скорбел иногда об удалении от города той обители, в которой пребывал, не ради себя, но ради приходивших к нему за советами духовными, и поручил ему настоятельство в сане Архимандрита. И сам, оставив по старости епархию, поселился в нем. Так вознаградил Господь долгие страдания угодника своего и, некогда уничижаемый всеми, внезапно от всех прославился. Уже они боялись приходить к нему чадо его духовное, но отовсюду толпами стекались, даже и сами бывшие клеветники смиренно припадали к ногам его, прося себе прощения. Благолепно украсил преподобный дом Пресвятой Богородицы, как невесту богатыми завесами, иконами и лампадами. И много было желавших поступить под руководство преподобного Авраамия, но он принимал их весьма разборчиво, и после больших испытаний, отмечая истинное усердие приходившее, так что в его монастыре собралось только семнадцать братьев. В глубокой старости представился епископ Игнатий, немного времени оставалось и блаженному Авраамию пребывать на земле. Более прежнего внушал он братьям помнить о смерти и молиться день и ночь о том, чтобы не быть осужденными на суде Божьем. Скончался преподобный Авраамий до 1224 года, пожив в иночестве 50 лет. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, апостола от семидесяти Фаддея, мученицы Вас и Чат ее, мучеников Феогния, Агапия и Писта, преподобной Марфы Дивеевской, Милюковой, преподобного Авраамия, трудолюбивого Печерского в ближних пещерах, преподобномученика Рафаила Мамчеловича, Игумена Шишатовацкого, священномученика Александра Елоховского Пресвитера, священномучеников Павла Ягодинского и Феодора Калистова Пресвитеров, преподобномученика Игнатия Доланова Иеромонаха. Совершается празднование иконе Божьей Матери, светописанное. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok